Всем привет! Меня зовут Владимир Кукушкин, и я сегодня хочу поделиться с вами несколькими лайфхаками, с помощью которых вы можете сдать такой предмет, как история, или хотя бы лучше к нему подготовиться. Первый лайфхак для тех, кто уже сдает этот предмет в этом году, заключается в следующем. Не паникуйте! Об этом вам уже тысячу раз говорили учителя, родители и все, кому не лень. Но этот совет реально действенен. Если вы начнете паниховать, вы не сможете сосредоточиться на заданиях, вы забудете то, что уже давно знали. Поэтому по максимуму сосредоточьтесь и настройте себя на рабочий лад. Второй совет. Пожалуйста, не ложитесь спать в последний момент, и не нужно учить все предметы прямо до конца, в том числе и историю. Когда наступает ночь перед экзаменом, лучше лечь спать. Ваш организм отдохнет, вы структурируете те знания, которые повторили до этого. И вы придете на экзамен бодрый и здоровый. Если вы не выспитесь, скорее всего, придя на экзамен, вам будет хотеться только спать, а не делать что-либо еще. И поэтому результат может быть очень плачевным. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте данным советом. Третий совет будет заключаться именно в подготовке к экзамену. Это также может относиться как к истории, так и к другим предметам. Пожалуйста, повторяйте лучше те темы, которые вы знаете плохо, или в которых у вас есть пробелы познания. Что говорите? И у меня были такие темы, и у каждого, даже у того человека, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов, есть такие темы. Поэтому лучше по максимуму повторите их. Не распыляйтесь на всю историю. Вы не сможете повторить весь объем информации за 1-2 дня. Либо даже если сможете, это будет очень поверхностно. Поэтому лучше подробно проработайте те темы, в которых вы плохо разбираетесь. На этом заканчивается раздел советов для тех, кто сдает ЕГЭ в этом году. И начнется раздел советов для тех, кто будет сдавать ЕГЭ в следующем году или в дальнейшем. Первый совет для таких людей. Полюбите историю. Пожалуйста, если вам говорят ваши родители, что вам для поступления на данное направление обязательно нужна история, но при этом вы ее всеми фибрами души ненавидите, не рассчитывайте на ЕГЭ, на достойный результат. Это мое личное мнение. Человек, который реально не любит историю или хотя бы не интересуется ей, в жизни не подготовится к экзамену по данному предмету, хорошо. Либо у вас история будет вызывать просто отвращение, и вы будете не хотеть к этому готовиться вообще. Поэтому либо полюбите историю, либо лучше выбрать какое-либо другое направление. Другой совет будет для тех, кто выполнил первый лайфхак. Не зацикливайтесь исключительно на одном источнике. Сейчас в мире огромное множество литературы, как бумажной, так и интернет-литературы, так и просто различных интернет-ресурсов. Если вам не интересно читать, вы можете смотреть видеоролики, также какие-либо научно-познавательные передачи. Это также вам может помочь. При этом можете слушать аудиофайлы, это также не воспрещается. Используйте все доступные ресурсы и не зацикливайтесь на одном. Из второго лайфхака вытекает и третий. Не зацикливайтесь на одном источнике вообще. Понятно, у каждого из нас есть какие-либо любимые книги, по которым они готовятся, любимые пособия. Но при этом не нужно на них зацикливаться. У любого автора есть свои изъяны в литературе. Поэтому один автор может хорошо расписать тему Великой Отечественной войны. Другой автор может хорошо расписать тему Русско-японской войны. У третьего автора мы найдем вообще более общие сведения по всем эпохам. Это хорошо как раз перед экзаменом. Возможности кратко посмотреть и повторить весь объем информации. Вот. Поэтому не стоит зацикливаться именно на чем-то одном. Смотрите шире. Еще один лайфхак будет уже конкретно по выполнению заданий. Как известно, в школе обычно уделяют небольшое внимание на всемирную историю. Но при этом в некоторых заданиях по ЕГЭ она есть. Поэтому желательно, по крайней мере мне это помогло, соотносите события всемирной истории с российскими событиями. Вам так будет легче их запомнить. То есть если вы приблизительно представляете, что в данный период происходило в России, и соотнесете это с событиями, которые происходили в данный период в других странах, то вам будет это в дальнейшем легче определить. Поэтому тоже не пренебрегайте данным советом. И еще один такой заключительный совет будет следующий. Не ленитесь и участвуйте во многих мероприятиях. Не нужно зацикливаться на исключительно подготовке к ЕГЭ. Участвуйте в олимпиадах, в научных чтениях, в различных конкурсах исторических. Тем более сейчас для этого есть все возможности. Это, во-первых, вам поможет получить дополнительную информацию, как и готовясь к таким мероприятиям, так и уже после, например, разбирать какие-либо варианты олимпиад и так далее. Так и поможет завести интересные знакомства, найти людей по интересам. Ну и к тому же вы выработаете определенную стрессоустойчивость. А вот теперь будет заключительный совет. И он будет одним из самых главных. Пожалуйста, не ленитесь. Это залог успеха. Если вы не будете лениться, то у вас все будет хорошо, и вы сдадите ЕГЭ на максимальный балл.